Отношение Мандельштама к Маларме складывалось в период всеобщего увлечения поэзией французского символизма. С течением времени претерпевало определенные изменения и, что возможно самое интересное, своеобразным образом отразилось в его творчестве. И отношение Мандельштама к Маларме, как мне кажется, точнее всего можно определить словами Мачульского, сказанного совершенно по другому поводу. Он утверждал, что Мандельштам не выучил греческий язык, он его отгадал. И вот это отгадывание своеобразной техники Маларме в поэзии Мандельштама отмечается многими исследователями, в первую очередь западными. Так, например, Виктор Террес, анализируя мотивы античных поэтов в поэзии Мандельштама, в первую очередь считает, что стремление Осипа Емельевича свести поэзию к чистому языку напоминает скорее поэзию Маларме и Валерии, а никак не античных поэтов. Ральф Дутли, например, объединяет стремление и французского, и русского поэтов к магии слова, их интерес к их колдовской силе, к невероятным возможностям слов, которые возникают при их свободном сочетании. И полагал, что именно это дает основание называть Мандельштама русским Маларме. Во всяком случае, в его работе впервые ставится такой вопрос о правомерности подобных исследований. И он в этом не одинок. Другой исследователь, французский уже Жан-Клот Лан, видит в структурной зауме Мандельштама связь с поэтикой темного стиля поэтов конца XIX-начала XX века. И опять-таки упоминает Маларме и Валерии. При этом, надо сказать, что некое сходство или типология с французским символизмом отмечалась еще и современниками. Так, в 1916 году в рецензии на камень, вышедшей в одесских новостях, Гершен Кроин говорит о том, что в этих стихах гораздо больше воздушной поэтичности символизма и упоминает аналогию как прием, используемый Мандельштамом, а прием аналогий был одним из важнейших для Маларме. И, например, Энхенбаум, совершенно в другой работе, говорящий скорее о поэзии Ахматовой и шире о новаторстве русской лирики начала XX века, выделяет два важных положения, а именно семантический сдвиг, когда слово берется в привычном значении, но оно слегка меняется, и скрещивание смыслов. И вот подобные семантические сдвиги, хотя они называются по-другому, присутствуют и в поэзии Маларме, и более того, он об этом говорит в своих теоретических работах, в частности в статье «Кризис стиха». Это большая работа, которая писалась на протяжении 10 лет, с 1986 по 1996, частично вошла в его предисловие к трактату о слове Ренегиле. Маларме, называя это по-другому, выделяет две важнейшие категории – преобразование и структура. Преобразование возможно на использование многозначности семантики слов. Причем оригинальность манеры Маларме состоит в том, по его собственному призванию, что он брал абсолютно обычные слова. Как он утверждал, любой буржуа читает их в своей газете. Но когда он видит их в стихотворении, он замолкает завороженный и перед непонятностью смысла, поскольку они созданы поэтом. И когда преобразование совершается на всех уровнях текста, а именно семантическом, музыкальном, ритмическом, рифме и так далее, то можно говорить о структуре. Если воспользоваться определением Эхенбаума о семантических сдвигах, то можно привести один из знаменитых сонетов Маларме «Сонет на икс», где он дает определение нимфе, выделяясь запятыми. Определение по-французски звучит так – «дефант ню». Но в этом определении непонятно, что является существительным, что прилагательным. Соответственно, это можно переводить как «обнаженное усопшее» либо как «покойное облако». Нам неизвестно доподлинно, читал ли Мандельштам эти работы Маларме, но в любом случае предисловие Маларме к трактату о слове Ренегиле было известно, поскольку Ренегиле читали в кругах Серебряного века абсолютно точно. Поэтому, возможно, это уже было как-то на слуху. Но, тем не менее, известно по воспоминаниям Каблукова, что в 2010 году Мандельштам отзывался о Маларме как о великом поэте. В воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам есть упоминания того, как Осип Эмильевич пытался переводить Маларме. Это произошло после его посещения на Кентьяненского, который посоветовал ему для оттачивания собственных поэтических навыков заняться переводом. Мандельштам выбрал стихотворение Маларме «Морской ветер», Бризмарин. И, как пишет Надежда Яковлевна, у него получилась довольно смешная строчка «Молодая мать, кормящая сосна», то есть сосна. И он сам об этом со смехом рассказывал. И точно так же Надежда Яковлевна пишет, что это вызывало насмешки и у Гумилёва, и у Георгия Иванова. И надо сказать, что в конечном варианте эта строчка убрана, и там просто молодая мать с ребенком на руках. Но надо сказать, что в дальнейшем, например, в своей работе «Слово о культуре» Мандельштам уже относится к Маларме более, так скажем, прохладно и осторожно. И когда он говорит о каких-то корнях Иннокентия Анинского поэтических, то как раз он умаляет роль и значение Маларме. Но если говорить о поэзии Мандельштама десятых годов, то определенные переклички с темами, идеями и образами Маларме явно присутствуют. Например, его знаменитое «О небо, небо, ты мне будешь сниться» включает несколько важнейших для Маларме тем. Это и тема одиночества поэта, его сложное отношение с Богом, символ чистой, страницы, пустой, белый лист, очень важный для Маларме. При всем отличии в содержании идут явные переклички образов. Например, стихотворение Маларме «Лазурь», начинающиеся строками «Спокойная ирония вечной лазури» явно перекликается со стихотворением Мандельштама «Медленно, урна пустая», в котором есть такие строки, как «Небо обманет», «Простор безучастен», что явно сочетается со строкой Маларме «Небо умерло». У Маларме позиция лирического «Я» находится в гораздо более трагическом положении. Его отношение с лазурью, написанной с большой буквы, что явно гораздо шире, чем просто упоминание небесного небосвода, говорит о трагичном положении поэта, для которого идеал недостижим, и стремление к нему сопряжено в частности и с поэтическим и творческим бессилием. У Мандельштама на самом деле строки, посвященные небу, гораздо спокойнее, в частности в стихотворении «Сусальным золотом горят», есть такая строка, «И неживого небосвода всегда смеющийся хрусталь». Кроме того, обоих поэтов, можно сказать, объединяет некое обвеществление идеи и отрицание внешней реальности за счет усиления внутреннего содержания и плотной реальности самого слова, как писал Мандельштам в «Утре акмиизма», чудовищно уплотненная реальность. И точно также к этому относился и Маларме. Он говорил о том, что описывать предмет значит уничтожить прелесть стихотворения. Постепенное угадывание предмета — в этом и есть идеальный смысл стиха, и в этом и состоит смысл. В сонете Маларме предметы отсутствуют, важна их идея, как бы они присутствуют исключительно гипотетически. И сам лирический герой покинул это пространство. Похожая ситуация наблюдается в стихотворении Мандельштама «Медлительнее снежной улей», когда поэт наблюдает за шалью, брошенной небрежно на стуле, отгороженной окном, за которым идет метель. И вот эта оставленность некого предмета перекликается также с другим сонетом Маларме «Кружево исчезает» — «Индаунтель сабули», где поэт любуется легким колебанием кружевной занавески, обрамленной окном, которое также отгораживает внутреннее пространство от внешнего. Вместе с тем, помимо этого, еще очень важна точно так же символика пустоты и у Мандельштама, и у Маларме. У Маларме символика пустоты переживает несколько этапов. Это и пустая душа, пустой лист бумаги, пустое небо. И невольно приходят на ум строки Мандельштама «Твой мир болезненный и странный, я принимаю пустота». Хотя, опять-таки, для Маларме эта пустота, с одной стороны, она трагична, а с другой стороны, это единственная возможность обрести некую новую реальность в самом слове, когда слово начинает звучать, и все побочные эффекты, все побочные смыслы исчезают. И точно так же идея тишины и музыкальности близка и Мандельштаму, и Маларме. Достаточно вспомнить стихотворение Мандельштама «Силенциум» или стихотворение Маларме «Святая». Даже переклички образов, упоминание морской пены, сравнение ее с женской грудью присутствуют у того и другого поэта. Для Маларме, который говорит о том, что настоящая музыка звучит именно в тишине, в этом стихотворении «Святая» описывается сначала все музыкальные инструменты, связанные с традиционной средневековой музыкой, мандора, виола, упоминается вечерняя молитва в католической службе, также сопровождающейся музыкой. И это все поэт отрицает, потому что единственная музыка, которая важна, это музыка тишины и молчания. И вот явные переклички именно в таком отношении к музыке и тишине находят некоторые исследователи, в частности, например, на это указывает Владимир Васильевич Мусатов, именно связывая стихотворение «Святая» Маларме и стихотворение Мандельштама «Силенциум». Кроме этого, есть еще и совершенно неожиданные переклички, казалось бы, абсолютно разных стихотворений. Например, у Мандельштама «На бледно-голубой эмали какая мыслима в апреле, березы ветви под эмали и незаметно вечерели». И он сравнивает этот пейзаж с тончайшим рисунком на китайской тарелке. И совершенно в другом контексте, в стихотворении «Las de la mer repos» «Устав от горького отдыха» Маларме тоже мечтает подражать китайцу, который в создании тончайшего рисунка способен запечатлеть вечность, потому что он создает невероятно гармоничную красоту. То есть при абсолютно разном смысле типологическое сходство присутствует. И на самом деле в таких соприкосновениях, в таких сходствах явно прослеживается более глубокая связь, которая принуждает и вызывает необходимость изучить это гораздо глубже как исследователями поэзии Маларме, так и исследователями поэзии Мандельштама. О чем в частности, например, говорит Роман Дубровкин в своем большом исследовании «Стефан Маларме и Россия». Он утверждает, что сопоставление методов Мандельштама и метода Маларме требует более серьезного отношения в отечественном и западном Мандельштамоведении. Роман Дубровкин